Добрый день! На своем ТВ новости в студии Илья Захаров. И вот самая важная тема этого выпуска. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Теперь подробнее. Накануне в Ставрополе побывали сенаторы Совета Федерации. Комиссия из Москвы начала свой рабочий день на одном из ставропольских заводов. Затем в программе городская поликлиника, а еще встреча с многодетными матерями. Что взяли на карандаш сенаторы? Вадим Москаленко с итогами поездки. Большая делегация людей в строгих костюмах ни на секунду не останавливает производство. Здесь изготавливают кондиционеры, оборудование для сотовой связи, бесперебойные источники тока. Металл и электричество становятся одним целым и приносят неплохой доход. Такой шкаф с кондиционером 170 тысяч рублей мы реализовываем. Это типичный продукт завода – электронный шкаф. Благодаря таким мы с вами говорим по мобильным телефонам. Такие умные коробки можно увидеть на сотовых вышках. Аппаратура сама по себе не выдержит попадания дождя и все такое. Это просто защитный шкаф. Это корпус, грубо говоря, для нее. Ставропольские конструкции расходятся по всей стране. Но пора выходить. И на рынок международный, считают сенаторы. И обещают с этим помочь. Впрочем, помочь обещают и всему ставропольскому бизнесу. Предприниматели поговорили с сенаторами уже в торгово-промышленной палате края. Бизнесу по-прежнему не дают спокойно дышать частые проверки надзорников. Достаточно любого, даже анонимного заявления в отношении любого субъекта предпринимательской деятельности. И, пожалуйста, уважаемая организация пошла проверить. Но страшно то, что на самом деле самое главное – они тратят время. Время – это самое дорогое в бизнесе. По каждому субъекту, куда бы мы приезжали, мы выносим какие-то вещи, которые беспокоят тот или иной регион. И в большей степени мы всегда находим взаимосвязь с законодательством и вносим те поправки, которые облегчают работу бизнеса. Еще одна больная тема любого региона – здравоохранение. Впрочем, на Ставрополе эта сфера выздоравливает. Как пример, бережливая поликлиника номер один в краевом центре. Бережливая, потому что бережет время и нервы пациентов и врачей. Без очередей суматохи каждый больной знает, к какому доктору идти и когда. Нет привычной нам регистратуры и звонки принимает отдельный колл-центр. И позвонив, вы не услышите коротких гудков. Помогают всем. Время общения с пациентом, конечно, мы сокращаем. Насколько по времени? По времени? Сколько разговаривают? Сейчас полторы минуты у нас считается стандарт. У нас 700 вызовов в день бывает такое количество. В смысле, телефонных звонков в день. И еще одна остро-социальная тема – многодетные семьи. Мама и папа пришли, чтобы поделиться тем, что накипело. Пример – очереди на получение земельных участков. Над проблемой активно работают и краевые власти, помочь которым обещает Совет Федерации. О чем говорили? Обо всех проблемах, которые были найдены в нашем крае, сенаторы сделают свои выводы. И вполне возможно, что опираясь на опыт нашего региона, будут приняты законы для всей страны. Вадим Аскаленко, Сергей Трегубов, Ставропольское телевидение. Итоги блиц-визита парламентской делегации подвели на большом совещании в правительстве края с участием краевых министров, депутатов, глав городов и районов. Речь шла о снижении административного давления на бизнес и уменьшении числа его проверок ведомствами. Опыт Ставрополья в этом направлении оценили как весьма положительный. Отметили также успехи краевых властей в решении проблем обманутых дольщиков. А краевой перинатальный центр, по многим показателям, назвали одним из лучших в стране. Ситуация, которая складывается, она имеет позитивный эффект. То есть, если есть какие-то острые вопросы, они сразу находят понимание, на них обращает внимание власть. Я хочу поблагодарить на самом деле. Вот, не знаю, может быть у нас сегодня такое позитивное настроение, потому что у нас есть такой, знаете, коннект получился между нашей комиссией и руководством края. Знаете, вот бывает, когда хочется работать и видно, что есть результат. Они шьют, готовят, ремонтируют и строят. На Ставрополье продолжается региональный конкурс «Молодые профессионалы WorldSkills Russia». Это чемпионат, где соревнуются студенты и специалисты разных рабочих профессий. В этом году в конкурсе участвует больше 200 человек со всего Ставрополья. Кстати, впервые за победу поборются те, кому за 50. Я думаю, возраст не имеет значения. Дух соревновательности он присутствует всем. И в любом возрасте хотелось бы почувствовать себя, наверное, профессионалом и доказать, что ты лучший. Сварщики и электромонтажники, стилисты, повара, модельеры и даже виноделы будут соревноваться три дня. Победители представят край на российском этапе конкурса. Напомним, чемпионат проходит по всему миру. Его проводят, чтобы вернуть престиж рабочим профессиям. Участники соревнований выполняют задания, разработанные по самым высоким стандартам. На Ставрополье газ приходит в самые отдаленные села. Краевые дороги будут чистить новые грейдеры и самосвалы. А в Железноводск летом прилетят стрижи. Еще больше подробностей в нашем краевом обзоре. Теперь в домах будет газ. В этом году в крае построят три новых объекта газоснабжения. Голубое топливо поступит в село Подлужное из Обильнинского округа, хутор Ураковский, Кочубеевского района и село Красногвардейское. Объекты построят в рамках программы устойчивое развитие сельских территорий. Деньги на это выделили из бюджетов трех уровней. Отметим, что уровень газификации края сегодня один из самых высоких в России. Он приближается к отметке в 100%. Школу мечты, 24-ю гимназию Ставрополя признали лучшей в городе. Специальная комиссия Краевого центра три года собирала данные о школах и детских садах. За это время эксперты проверили 143 образовательных учреждения. В идеальной школе должно быть качественное образование, компетентные педагоги, благоустроенное здание. Оценивали также, как часто ученики участвуют в олимпиадах и конкурсах. В итоге больше всех баллов у гимназии номер 24. На втором месте лице номер 14, на третьем лице номер 8. Дороги края станут еще чище. На Ставрополе снова обновляют коммунальную технику. Экскаваторы-погрузчики, самосвалы и грейдеры закупят в Ставрополе, Невиномысске, Михайловске, Благодарненском, Георгиевском, Ипатовском, Кировском, Нефтекумском округах, а также в Грачевском районе, Арсгире, Курсавке и Салуно-Дмитриевском. На эти цели направят почти 100 миллионов рублей. Деньги – краевые. Стрижи и русские витязи прилетят в Железноводск. Авиашоу пройдет в городе-курорте в июле. Лучшие пилоты покажут в небе сложные фигуры. Все это в рамках акции, которую организовывает Министерство обороны России. Ее цель – привлечь внимание молодежи к службе в армии. Мероприятие пройдет тут уже во второй раз. В 2018 году авиашоу посмотрели больше 70 тысяч зрителей. Чемпионат мира в России не прошел бесследно. Доказательство тому – футбольные базы, построенные на Кавказских минеральных водах. Сюда на зимние тренировочные сборы приезжают команды со всего юга страны. Особенно приятно и почетно принимать представителей российской премьер-лиги. На тренировки Махачкалинского Анжи побывал Антон Киевский. Зимняя пауза в российском футбольном чемпионате – одна из самых долгих в Европе – два с половиной месяца. За это время спортсмены успевают побыть в отпуске, ну а после начинается межсезонная подготовка. Команды российской премьер-лиги крайне редко проводят зимние сборы в России. Обычно это Турция, Испания, Греция. Но после проведения чемпионата мира спортсменам не нужно далеко ездить. Кисловодская база, построенная к Мундиалю, даже в феврале принимает команды, в том числе и российской премьер-лиги. Для нас создано в Кисловодске довольно-таки хорошие условия, я бы сказал, и футбольное поле, и проживание. Никаких проблем мы с этим не имеем. В принципе, я не могу и пожаловаться на погоду, наверное, и она к нам в данный момент благословна. Махачкалинский Анжи проводит уже второй зимний сбор в Кисловодске. У клуба сейчас финансовые трудности и на поездку за границу денег нет. Будь у нас немного другое положение, мы наверняка бы уехали в теплые страны. Но, уверяю вас, первый сбор все равно бы прошел в Кисловодске, потому что я и летом сюда привозил команду на две недели. И сейчас первый сбор, я сторонник, где присутствует много беговой работы, проводить ее в городе Кисловодске, потому что здесь Среднегорье. Еще несколько лет назад Анжи был одним из самых богатых клубов в российском футболе. Чемпион мира бразилец Роберто Карлос, звезда европейского клубного и африканского футбола Самуэль Этоо, тренер-легенда голландец Гус Хиддинг. Эти и другие футбольные знаменитости успели поиграть и поработать в Анжи. Сегодня в составе звезд нет, а клуб занимает предпоследнее место в высшем российском дивизионе. Но, несмотря на все сложности, оптимизм внутри команды сохраняется. И она будет бороться за сохранение прописки в премьер-лиге на следующий сезон. Это спортивная составляющая, никто никуда не убирал. Я как главный тренер не позволяю в этом плане ребятам давать слабину, какое бы у нас положение финансового не было. Мы в первую очередь не какие-то банкиры, мы профессиональные спортсмены. Сами футболисты с пониманием относятся к положению клуба. И о том, что сборы проходят в Кисловодске, отзываются позитивно. Все, что нужно для тренировочного процесса здесь есть. Погода тоже позволяет тренироваться в комфортных условиях. Наверное, здесь минус все-таки в том, что спарринг, может быть, таких партнеров нет. Мы, ну, нам достаточно хорошее сопротивление, оказывается, команда второй леги. Но, несмотря на это, все равно команда РФПЛ ищет более сильных соперников. Мы уже настолько привыкли ко всему, что даже эти условия для нас вполне уже стали привычными. И мы с удовольствием работаем, с удовольствием в парке бегаем, когда приходится утром пробежки. Не вызывает дискомфорта ничего у нас. Впереди у махачкалинского клуба контрольная встреча с Ангуштом из Назрани. Сразу после нее команда переедет на такую же базу, только в Ясентуки, где во время чемпионата мира базировалась сборная Нигерии. Первую же официальную встречу в этом году махачкалинцы проведут 1 марта против Оренбурга. Антон Киевский, Константин Шеляпин, Ставропольское телевидение. Эфир своего ТВ продолжит галоконцерт краевого конкурса патриотической песни «Солдатский конверт». Мы начинаем прямую трансляцию из Ставропольского дворца культуры и спорта. А у меня на этом вся информация. Увидимся в следующем выпуске новостей в 15.30 на своем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok